Всем привет! Сегодня мы с вами будем делать просто потрясающий, красивенный, сияющий летний макияж, который вы видите сейчас на мне. Мне он безумно нравится, потому что мне уже надоело красить глаза. Как-то, мне кажется, летом это немножко неактуально, там сидеть вырисовывать какие-то тени, тем более все плывет, жарко, как-то хочется побыстрее выйти куда-то и пойти. Поэтому у меня очень яркие губы, сияющее лицо. Не знаю, насколько на камере это видно и насколько она это передает, но реально мне этот макияж вживую выглядит как просто вот что-то такое сияющее, просто совершенство какое-то. Поэтому, если вам интересно посмотреть, как я сделала этот макияж, он, кстати, от начала до конца будет на все лицо, на глаза, на все, что только угодно. Ну, в общем-то, продолжайте смотреть. Первое, что я только что сделала, это нанесла консилер на зону под глазами и использовала вот такой вот консилер от LA Girl, который называется Pro Conceal. В принципе, это шаг довольно стандартный, там чик-чик и растушевала то же с помощью спонжика. Сейчас я собираюсь наносить тональную основу. В последнее время мой огромный фаворит это тональная основа от Tarte, которая называется Amazonian Clay Full Coverage Foundation. Я ее просто обожаю, особенно на фото, на видео она просто потрясающе выглядит. Никак не могу заставить себя пользоваться чем-то другим. Вот эта настолько мне понравилась, что хочется пользоваться только ей. Вот столько я приблизительно набрала, это, наверное, даже будет много для всего лица. Давайте приступим к нанесению. Наношу эту тональную основу я с помощью спонжа, как я уже говорила. И с помощью спонжа влажного она лучше всего наносится и выглядит при этом очень ровно и красиво. Если наносить кистью, она ложится почему-то довольно грубо. Ну, в общем-то, здесь, я думаю, ничего нового я вам не открою. Наносим тональную основу по такими вот движениями на все лицо. На какие-то свои места с несовершенствами я наношу плотный консилер. В моем случае это Maybelline Fit Me. И оставляю его тоже на несколько минут, пока буду делать брови. У меня сейчас конкретно дурацкий вид, но, тем не менее, это очень хороший способ замаскировать любые несовершенства, в принципе, даже любым консилером. Расчесываю свои брови. И для заполнения буду использовать карандаш от Faberlic оттенок 55-45. Это шикарный оттенок для блондинок или для таких вот русых, можно даже сказать, волос, как у меня. Потрясающе он просто мне подходит. Я раньше пользовалась более темным карандашом. И сейчас понимаю, что выглядело это довольно жестко по сравнению с моими волосами. А вот этот цвет очень красиво выглядит и очень красиво подходит под волосы и под, в принципе, вообще общие черты лица. Держится тоже он очень классно. Единственное, конечно, у него нет здесь щеточки, это его минус. И если бы он был чуточку тоньше, был бы вообще идеальный. Теперь буду это все закреплять с помощью геля для бровей тонирующего от NYX Tinted Brown Mascara. У меня оттенок это блонд, если я не ошибаюсь. Да, первый блонд. Тоже очень классный гель для бровей. Может вот так вот домиком прям поставить бровь, но мне это, в принципе, не нужно. Сейчас это не то, к чему я стремлюсь, поэтому я буду их боком все-таки укладывать. Иначе у меня получатся очень такие насыщенные брежневские брови. Это очень красиво смотрится на фото. Если, например, там нужно модели поставить вот так вот волоски, очень красиво это смотрится. Но для обычного макияжа, обычной жизни, в принципе, это не нужно, если тело бровей так довольно широкое. Если у вас очень тоненькая бровь, то это вам хороший способ сделать ее толще. Мой консилер немножко подсох, теперь я могу его растушевать с помощью того же блендера. На этом с лицом мы, в принципе, пока закончили, а дальше мы к нему еще вернемся. А давайте сейчас перейдем к глазам. Макияж глаз здесь не ключевой, но все-таки мне не хочется оставлять их без внимания. Первое, что я буду делать, это наносить базу от MAC Painter и Paint Pot вот такого вот желтого оттенка на все веко, для того, чтобы просто выровнять оттенок века и не было никаких там венок, не просвечивались они. Дальше я беру свою палетку от Too Faced, которая называется Natural Matte. И вот такой вот простой телесный оттенок Heaven. Это довольно светлый оттенок, который, по сути, в принципе, даже светлее, чем мой тон кожи немножко. Но мне что-то такое нужно светлое, для того, чтобы глаза оказались ярче. В этой же палетке в последнем ряду есть теплый коричневый такой светлый оттенок, который называется Honey Butter. И именно его я и буду набирать на пушистую кисть. Этот оттенок сильно какой-то картины нам не сделает, но в то же время он будет просто дополнять все то, что мы будем делать дальше на лице. Совсем немножко вот так вот я добавляю этот оттенок в складку, растушевываю. И вот вы видите, что он очень такой вот нейтральный, его практически не видно, но в то же время он достаточно теплый. То есть он таким вот рыжевато-желтым выглядит у меня навеки. И в сочетании со стрелкой, которую я буду делать чуть позже, он как раз очень даже неплохо будет смотреться. Стрелки я буду делать вот такой вот подводкой от Faberlic. Это номер 5432. Единственное, наносить я буду эту подводку кисточкой, потому что в этой подводке аппликатор просто ужаснейший, который меня дико раздражает. Поэтому я вместо этого буду использовать кисть. Сама подводка при этом очень хорошая, она когда застывает, становится полностью такой темно-коричневой и матовой. По сути, конечно, если ей поменять аппликатор на вот такую вот кисточку, то будет гораздо лучше. Но так как цена у нее действительно небольшая, мне кажется, ей можно этот небольшой огрех такой простить. Стрелки я делаю существенные, то есть это не какая-то невзрачная стрелочка, довольно толстая стрелка будет. И вот вы видите, какая красивая стрелочка получилась, а вот у этой подводки вот такой вот аппликатор. И с его помощью рисовать вот такие вот ровные стрелки у меня, по крайней мере, практически не получается. Дальше переходим к нижнему веку. Здесь я хочу немножко как будто соединить нижнее и верхнее века, вот такой вот, как бы, вот такой штришок поставить, который я сейчас также растушую с помощью теней. Вы видите, что этот штрих, он полностью сочетается в линии с моей подводкой, но в то же время он не огибает мой глаз, и это будет делать такую более вытянутую форму. Сейчас я немножко тенями еще тоже ее подтушую. Беру тот же оттенок Honey Butter и наношу его тоже слегка, растушевываю все это по нижнему веку. Последний шаг будет заключаться в прокраске ресниц. Я буду использовать тушь от GOSH, которая называется Crazy Volume. И летом у нас лицо должно просто сиять, поэтому сегодня я буду использовать свой набор пудр от Hourglass. И самая главная пудра, которую я буду использовать, это вот эта рыженькая, которая называется Radiant Light. Я ее очень долго не использовала, потому что мне казалось, что она слишком такая солнечная, рыжая, какая-то такая бежевая. И, скорее всего, она была предназначена для более темных тонов кожи как хайлайтер. Но я нашла к ней применение, очень-очень классно смотрится. Я беру вот такую вот кисть с плоским срезом, это из натурального ворса. И начинаю просто набирать этот продукт на эту кисть. И вот так вот проходиться по скулам. Я не буду делать никакое ни контурирование, ничего. Тоже на виски захожу, немножко на лоб, в эту часть, там, где корни волос. То же самое с другой стороны, на виски. И немножко вот обязательно захожу на вот эту вот часть уже лобную. И тоже немножко дублирую этот оттенок везде по открытым частям тела. Буквально немножко. Так как я абсолютно не загорелая и бледная, то мне нужно хотя бы где-то этот оттенок добавить, чтобы у меня не одно лицо только выглядело загорелым. Теперь к такому макияжу я тоже хочу добавить румяна. Я буду использовать румяна от Милани, которая называется Luminosa. Это очень нежный персиковый оттенок. И в принципе вот в каком-то другом макияже, вот ни летним, ни загорелым, он мне, этот оттенок не очень нравится. Но я совсем слегка буду наносить его на скулы. Опять-таки не на яблочки, а на скулы. Слегка нанесу. Потому что это тоже такой как сияющий продукт. И он отлично подчеркивает скулу тоже. Конечно же в летнем таком макияже нам не обойтись без хайлайтера. И для этого я опять возьму свою палетку от Hourglass. И вот этот средний оттенок. Он очень деликатный. Это настолько деликатный хайлайт, что его уместно делать и днем, его уместно делать и куда-то там, я не знаю, в офис. И наношу я его наверх скулы, прям практически под глаз. Также под бровь. Не нужно здесь вот так вот прям вырисовывать точечно. Нам не нужны какие-то блики. Нам нужно просто создать такой вот общий сияющий как бы эффект на лице. Также обязательно на вот эту вот часть, на лобную часть, там где арка у нас от брови. Если кожа у вас нежирная, совсем чуть-чуть можно нанести на подбородок, на нос смотрите сами, как вы хотите или не хотите. Но обязательно вот сюда вот между бровями нанесите. Это тоже создает очень красивый такой вот сияющий эффект. Так как лето у нас в полном разгаре, мы можем не бояться с губами, делать их какими угодно яркими. Я сегодня буду использовать вот такую вот помаду от Faberlic. Это оттенок 4730. Неоновая такая розово-коралловая помада. Обожаю ее просто. Всю зиму я ее, естественно, не наносила на губы. Но так как сейчас уже можно, и я думаю, вы видите, да, насколько это интенсивный цвет. Эта помада просто как масло скользит по губам, когда ее наносишь. Но через минут 5 она застынет и станет такой вот как бы сэми-матовый финиш у нее. И она держится очень стойко, за что я особенно люблю эти карандаши. За то, что они выдерживают... Ну, у меня, по крайней мере, пару раз я пью с ними кофе. И при этом мне не нужно поправлять макияж. Но нужно дать им однозначно застыть. И после этого все, они никуда не денутся. Вот, собственно, и все. Надеюсь, что вам понравился этот макияж, и вы, как минимум, попробуете его повторить. Если вдруг будете пробовать, обязательно присылайте мне фотки. Отмечайте мне в Инстаграме, чтобы я знала, что это по моим стопам было сделано. Ставьте лайки, если вам понравилось это видео. Подписывайтесь на канал, и я увижу вас в следующих своих видео. Пока!